Гармония Задорной или душевной песней Согревала сердца бойцов Этот образ стал типичным Гармонь была, как сто дивизий Что победила ад и смерть На фронте никаких музыкальных инструментов Кроме гармонии не встречал Они часто играли на тревогах Тут же стихи наорганизовывали станции Пляски и пели песни Ты что, играешь? Так, точно А ну-ка Гармонь поднимала настроение Облегчало каждодневные труды бойцов На самой передовой гармонии не использовались Немцы тут же открывали огонь Почти у каждого немецкого солдата Были губные гармошки Играли они с большим мастерством Когда линии окопов были близко Мы слушали Надо сказать, что у наших солдат так не получалось играть на трофейных инструментах В суровые военные годы В музею Великой Отечественной войны в Минске Хранятся инструменты С которыми связаны человеческие судьбы Боль, утраты боевых товарищей Радость победы Аккордеон Хонро 120 басов Трофей партизанского отряда Дика Первой белорусско-партизанской бригады Бригады Витебской области Выставлен в экспозицию музея Вот его удивительная история 16 мая 1942 года Разведчики партизанского отряда Заметили на реке Моторные лодки И открыли огонь Первая моторная лодка была подбита сразу В ней и был найден аккордеон Аккордеон используется во время Агитационных поездок По всем оккупированным Витебщинам Во время немецкой блокады Партизанской зоны Аккордеон был передан Через сурорусские ворота в Москву С просьбой передать белорусскому Ансамблю песни и танцев Под клавишей положен письмо Играйте на нем веселей И пусть звуки его гремят Похоронным маршем для Гитлера Партизанский отряд Буревест В Минской области Константин Федорович Малышко Прошел все суровые годы войны Вместе с боевой подругой Гармони Букряткой Каждый день это борьба За кольчок родной земли Рядом была боевая подруга Гармони Она помогала в трудные дни войны После тяжелого боя Берешь в руки Гармони Все забираются в кружок И начинается песня Она помогала поднять настроение Сохранить Божий Духа И звук к победе Александр Терентьевич Макушев Автор замечательной книги Расскажи гармонь Вспоминал он о своем боевом пути Где неизменно рядом с ним была гармонь Теркин и гармонисты Балкуры Были и в каждом партизанском отряде Свою прыти не проявляли в боях и диверсиях В заливной игре На гармошке Умелых рассказах и шутках Так Фадеев Иван Давыдович Был одаренным гармонистом Имел хороший слух Понятие ритма И отличную память Во всем проявляла находчивость смекалку Выжившку и мужество Нередко фематические способности Что помогло ему дважды выбраться Из вражеского плена Многие гармонисты Были отличными разведчиками К сожалению Находясь на переднем крае борьбы Они погибали от вражеских пуль Случайная встреча с гармонией В разведке Многокилометровая переходит Давала бойцам силы И согревала мыслью о доме и любимой Так описал в 1943 году Поэт-фронтовик Николай Старшинов Встречу в гармонии Всю неделю провели в походах Пулеметы тащим на себе Лишь однажды на короткий отдых Разместились в бросовой избе Ни стола, ни лавки в ней пустынной Но нашли ребята-московичи Все опутанную паутину Тульскую гармошку на печи Разморила нас Победы и 150-летие гармонии Тех лет понятны Они трогают душу своей прямотой Трагизмом и душевностью То, что грело и поднимало Не просто незабываемо Оно стало бессменным Вечно живым уроком За душевностью, правдой и совести Тем самым мерилом Которое проверяется Проверяется подлинность новых творений Такие песни, как Лизавета, Огонек, Землянка, Синепоточек Потому что, потому что мы пилоты Пора в путь-дорогу Катюша Исполнялись под гармонь и баян Девятнадцатого апреля 1943 года В газете «Правда» Было напечатано стихотворение Михаила Исаковского Огонек С подзаголовком песня Но ни нот, ни подстрочника не было Музыку к стихотворению Стали сочинять многие композиторы И музыканты Как известные Такие, как Буантер, Матюшин, Макаро, Сварц Так и любители Однако все эти мелодии Не имели ничего общего С той, с которой песня Обрела популярность Песню «Огонек» с этой мелодией Пели на всех фронтах Но ее автор оказался неизвестен Первый «Огонек» с этой мелодией Прозвучал в 1947 году В исполнении Владимира Нечаева Были выпущены грампластинки На которых указывалось Что автор текста Исаковский, а музыкант народные Исаковский вспоминал Что многие люди пытались доказать Что именно они Являются авторами музыки Этой песни Была создана специальная комиссия Союза композиторов Которая установила Что ни один из этих людей Не мог написать ее Песни под гармонией Вселяли надежду Пусть в мыслях Возвращалась солдат в семью Родную сторонку И еще народ Который сочиняет и поет Такие песни нельзя сломать Его можно очень сильно согнуть Но сломать нельзя Песни военных лет Одинаково близки С едым ветеранами и молодежи Ощущение победы Объединяет